здравствуйте друзья мы с вами на тихоокеанском побережье вот там если вы так видите чуть впереди вон там уже океан виден это большой кемпинг и пару недель назад мы здесь были прямо там у водички с друзьями а сейчас мы в другой части этого кемпинга в таком более бюджетным таком расположение хотя деньги берут за стоянку те же самые вот увидите такая узенькая полосочка это вот слева черненький лексус это наш иммигрантовоз это вот машина на которой наш друзья приехали еще парочку машин но здесь узенько понимаете здесь все очень-очень зажатенько вот смотрите идем это кстати малина кусты малины за кустами соседи какие-то вот тут люди расположились все очень плотненько тесненько вы видите как все так бюджетненько это наша столовая от мух от комаров здесь нет от мух закрыта здесь выстроились наши кухонные принадлежности это зонт типа палатка такой вот интересный зонт там просто палатка очень комфортабельная культурная палатка здесь сидят значит наши друзья которые гуляют кемпингуют тут и бюджетненько бюджетненько все но что я хочу сказать друзья в самом бюджетном раскладе вот в чем специфика соединенных штатов в самом бюджетном раскладе всегда в пешем ходу так чтобы добежать мог даже скажем хромой вот всегда есть хороший добротный туалет такой знаете что во многих странах у людей домов таких нет как тут у нас туалеты мы решили пройтись немножко по территории кемпинга и у меня за спиной океан там практически вот нас ничто не отделяет единственно что ветерок такой я думаю сейчас я туда вот развернусь а глядишь вот и шуметь начнет ну давайте я помолчу а просто поснимаю и 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 заросли ежевики друзья вот тебе и кемпинг сплошная ежевик прям страшно даже подумать кстати ягодки все в ягодках это друзья на нашем кемпинге коммунальная кухня те из вас кто помладше конечно не помнят а те кто постарше многие знают что такое коммунальная квартира вот у нас тут можно сказать как в коммунальной квартире хотя все эти хозяйства они все наши смысле вот как бы из нашей компании так ну-ка расскажи так ну я сказал компания в компании компании как если что мы с тобой светлана ничего такого с собой не приносили вы видите друзья как соседи наши отдыхают и вот тут пожалуйста люди вот даже в колясочке инвалидной вполне в состоянии добраться и получить удовольствие от жизни друзья вы видите креветок это не просто это герметично закупорив без воздуха кто закупорил то ты машину вот эту вот а значит у бориса есть машина которая закупоривает герметично без воздуха а в чем смысл ты скажи смысл в чем ты их купил что год назад или что нет но мы едем я их замариновал давно два дня назад понял так значит ну и мне надо как то я не хотел здесь мариновать да я не хочу чтобы они испортились поэтому я их взял замариновал потом я их засосал чтобы они вакуумные они в вакууме они не испортились а как же ты откроешь нажимай на кнопку так давай слушай звук да небольшой такой был хлопок все и теперь ох пахнуло ох пахнуло друзья вы конечно запах не чувствуете хотя если вы задумаетесь немножко и пофантазируете вы почувствуете это чесночок да пахнуло чесночком так что теперь мы их зажаривать будем да мы сейчас на палочке а шашлычок да прекрасно а почему ты говорил что вот они перестали делать их в этом панцире в шелухе я не знаю почему а что в шелухе лучше было они я сейчас читал очень много рецептов всяких да люди пишут что половина вкуса так креветок дает панцирь когда жарить да ты что а так они говорят ну вот кушаешь вроде бы как это шлипы и шлипы и ничего то есть может быть этот панцирь как-то соки там сохраняет да что то там да что то он дает хорошо пойдем их нанизывать так для тех кто нас смотрит из-за рубежа почем вообще креветки для маринада они продаются в зависимости от размера значит здесь вот эти вот креветки это 31-40 штук на паунд на фунт да да либо они могут продаваться 20-25 это серьезно да либо они могут продаваться 8 то есть это не размер банки а размер креветки да размер креветки 8 я извиняюсь 8 креветок на фунт да то есть по 50 грамм штука я все еще о-о-о но изначально не особо вкусно да конечно значит 20-25 самый оптимальный вариант так это 31-40 то есть упаковка 2 паунда 2 фунта да кило почти так значит их там может быть от 60 до 80 штук так и стоит там порядка 14-15 долларов но они свеженькие да или как они они заворожены вы видите друзья подсолнечное маслице маслица идет на салфетку салфетка используется для смазывания шампуров на эти шампуры потом креветочки пойдут на предварительно замоченные шампуры так и они протираются я извиняюсь что такое предварительно замоченные в чем они замачивались в воде часа два вот это вода не не уже здесь нет а я понял то есть они реально были в воде часа два часа два да а теперь после того как они протерли так чтобы они с них не текло не капало так и теперь следующий степ нужно их протереть в масле да чтобы впоследствии они не горели сами палочки так подожди а что масло масло предохраняет от чего оно предохраняет во первых шампу эти шримпы не рвутся а очень хорошо входит да это понятно да и они не так горят когда они вот в смоченном виде были смочены но масло не связано с тем что оно подгорает я думаю вообще честно говоря я думаю что связано потому что мы видели какие выходят после с огня с гриля так они прекрасные они как из магазин ну такие очень очень эстетичные выходят так интересно это на вот вы увидите потом как это будет я думаю это как раз у нас по сезону все таки кончается июль у нас еще август весь есть да и даже люди которые нас смотрят где-нибудь может там в Краснодарском крае да вот они еще успеют и в августе и в сентябре может быть даже успеют ой там в Крыму где-нибудь в Одессе вот так ну и тогда уже на следующий год правильно если в этом не успеют а вот эти палочки вот эти шампурчики да они продаются как-то тоннами или как в любом магазине они продаются по 100 штук вотевр они продаются в каждом магазине ну так недорого за доллар за доллар сто штук да они бывают иногда длиннее и толще в зависимости от ну они будут стоить 2 доллара я понял то есть это как бы символическое абсолютно так теперь мы переходим друзья к шримпам то есть к креветочкам очень маленькие как-то так ты их складываешь да они маленькие они в общем первые вот так а некоторые большие да потом они выкладываются нам надо но они так как они маленькие значит надо 6-8 это чеснок в основном вот это он дает такое запашок да Амбре если кто по-французски понимает да так амбре 6 7 и теперь берем да делается это натуральным образом вот так ой-ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой оп получилось или нет нет это промахнулись мы а вообще наверное промахнулись почти со всеми так ну не получается видишь надо по одному по одному может быть по 3 по 3 так еще добавим до 2 палочку вторую потому что это было оно должно быть да так легче вот такого вот типа но он 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 когда больше одевая их там много очень да он когда зажарены он конечно будет прекрасно уже угли у нас тут да их раздувает их раздувают цинично электроприбором которые на батареечке дуют воздухом вот так все вместе вы видите где наши щекастые юношеские годы когда мы дули и дули и дули и у кого объем легких больше тот как бы больше пользы приносил надувал коллективу да а сейчас вот пожалуйста цинично водружение решетки над углями друзья это ответственный момент и не менее ответственный момент это гигиеническая составляющая которая будет реализована с помощью вот этой луковицы вот это луковица должно нагреться ну да то есть по сырому нет смысла по холодному по холодному да лук фактически дезинфицирует решетку мы не знаем ой мы не знаем кто на этой решетке чего и кого то ничего не знаем вот идет специальная щетка у нее с той стороны такие металлические шершавчики вот отойдут и я от греха подальше с моим объективом друзья я знаю что не все не все успели покушать перед тем как смотреть наше видео я знаю что многие скажут предупреждать надо вот но я постараюсь я напишу что-нибудь в названии видео чтобы сначала поели а потом смотрели но в общем это вот овощи овощи маринованные всякими присыпочками там в общем всякими полезными и вкусными вещами сначала овощ попадает сюда и решили расскажи что произошло с ним от момента как он был совсем сырой овощ и вот до момента когда он оказался вот очень просто я не знаю экспериментирую по вкусу он на самом деле будет я не знаю больше вкуса но какой был процесс вот же важно процесса нарезала так положила и взять беру дрессинг этот самый дрессинг это как бы соус такой ну да не соус сейчас я забыла винега вине уксус не уксус бальзамик винегрет так вот и залила этим ну чуть-чуть еще лимонного сока соли не знаю а вот черные точечки там такие маленькие я сейчас подсыпала что перчик черные точечки это перчик ты знаешь что из того что ты сказал я думаю ничего плохого получится не может мы когда-то делали мясо в этом соусе очень вкусно курица получается ну да с другой стороны я тебе скажу я вспоминаю если ты тоже напомнишь советские столовые и например вот допустим чай чай в советской столовой казалось бы ну как же можно из вот чая который был сухим сделать то что было ну как бы доступно трудящимся после приготовления фреда то же самое продукты вот они вроде какие-то не были продукты а то что можно было взять покушать никогда не подумаешь что там были продукты но вот у нас тут такого нет у нас берешь продукты режешь тут ничего плохого быть не может даже не дожарються это не мясо подать так их можно и сырами да конечно поэтому даже если они не дожарю так они будут немножко хрустящими на самом деле я тогда даже больше люблю то есть мы хотим именно хрустящего себя добиться чтобы они были хрустящие я не знаю что получится на костре это эксперимент понимаю я думаю что съедим да когда человек хочет кушать вот он много чего может съесть но мне кажется должно очень хорошо получиться и вот даже вот этот баклажанчик даже не один они уже так потемнели что я бы сказал приобретают некоторую дополнительную аппетитность правда сажена да так вот а вы раньше так совсем никогда этого не пытались делать нет нет не то что эксперимент эксперимент не одна она каждый раз делает соусы разные просто эксперимент в этом плане плане соуса и потом это обычно вы это употребляете просто как отдельный как бы овощ за овощем или это с чем-то идет там не так там к мяску друзья для вас эксклюзивно кусочек кусочек горяченького синенького баклажанчика москве их синенькими не называли это такое где-то с украины тогда в одессе называли баклажаны в киеве тоже у меня у цвета из киева не знаю но хоть к одессе не имею прямого отношения ну действительно если может быть чуть-чуть посолить потому что все остальное совершенно замечательно спасибо да очень пока мы смотрели на всевозможные процессы происходящие в коллективе тут вот значит растет вот этот вот сток пайл как сказать в общем короче растет горочка растет горочка растет здесь продолжается процесс насаживания 1 1 1 1 1 продолжается но чувствуется мастерство растет как куда чуть-чуть легче но тоже они так как они без шелухи у нас первый раз они немножко такого трепишного такого кастинца у них трепишный такой это такой про тот процесс друзья когда высшее образование не дает человеку никакого преимущества а может быть даже и наоборот какая-нибудь швея мотористка или например там вот слесарь гораздо может быть точнее попадает в эти тушки и у него лучше получается но даже интеллигенция друзья не рабеет не рабеет а вообще советский чек перед приготовлением пищи вообще зарабить не может правда мы-то привыкли ой господи к чему вы только не привыкли так хорошо так что там еще осталось что-то я буду делать все до конца до укора это должна лишнее масло снимать сюда сюда потихоньку уходит готовая продукция овощная с гриля пахнет хорошо продукция очень хорошо пахнет не могу даже сказать чем пока заранее но пахнет ну что друзья это ребрышки говяжьи что ли сюда свин и а как видно что свин и маленькие понял так вот маленькие свин и ребрышки друзья они тоже замаринованы да это я в костку покупал буря они маринованные да не врань и но вот друзья вот так можно сказать роялем саша как и какой страны вот так пианинкой такой рояльчиком не разрезая на кусочки в это это имеется вот так вот вот этим вот этой клавиатурой все положено а почему мы не положили костями на ту сторону наверх ребрышками а понял это просто временно так освободилось место еще для одного для одной клавиатурки тоже свинное перчики расскажи как его готовили к этому событию вот нынешнему что что сделали с мясом купленным в костках они там уже было такое она была замаринована и она была заперчена да вот так вот то есть рецепт упростился предельно то есть покупаете в костка уже готовая к грилю мясо и грилите а могли бы уже продать гриле я вот это не вкусно они они подают есть тоже да вы видите друзья перевернули ее перевернули родимую а тут понимаешь аж кровища такая смотрите как она вот она кровь в итоге мучили и и мучили а получился конечно друзья вы видите что пришлось нам в итоге порезать это все потому что есть часть этой пианинке более тонкая более толстая вот видите поставили на на ребро с тем чтобы тут так в общем прибрать но увидите что вот тут беленькая розовенькая там еще кровь где-то вот не не до конца сделано вот в общем такой идет процесс у нас но есть у всего начала и есть у всего завершения как бы конец а вот у нас и вот у нас и креветочки они же шеремпы друзья в соединенных штатах наши с вами креветки известны как шеремпы это их такая местная партийная кулинарная кличка если вы прийдете в магазин американский и скажете дуэхэв креветка вас не поймут или спросите там how much ошибся это совершенно другой гор так как вы их нежненько то раскладываете прямо как настройщики фортепиано знаете они так симфония симфония чтобы аппетит был почему я его не а я хочу тут есть пока да друзья от себя не уйдешь уехать из советского союза можно а шеремпы все равно будешь есть правильно сельтисон будешь сельтисон будешь есть это дело 125 да там такого не делали сельтисон там делали постоянно там это правда а вот у нас в москве только самогон некоторые гнали интеллигенты ага в основном а вот сельтисона по ней не делали свиной головы там же не было я тебе рассказывал я не знаю у нас вот не было свиной головы это единственное что можно было там купить да вы что а где у вас там было много свиной головы не было мозгов и языка хорошо ну что друзья вот с юмором с этой шуткой юмора мы берем или мы еще не берем сейчас возьмем да ну вы видите там наше место у огня наше место огня пока занята еще занята немножко хорошо хорошо так 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 там уже знаете там уже есть ой 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 так 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 там есть куда положить забираем забираем так хорошо хорошо лот номер 27 значит уходит кашему покупателю из нью-йорка это я так аукционирую сейчас чистить будут решеточку ну это правильно перед 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 шримпами надо почистить решеточку вот вот оно а креветки то они это не кошерные как не началось сегодня такой день не кошерный сальтисон не кошерный то есть сегодня до сегодня друзья как всегда суббота рабочая до суббота а что работают сегодня они говорят так минуту это пишут в литературе так так наступает друзья интересный момент так так шримпы переворачиваются переворачиваются они я бы сказал очень удачно ничто не выпало и все хорошо одного раза мало надо будет еще раз сюда боря что что говорит о том что она не готова они сероваты покажи цвет который хороший вот как должно быть а может быть она и и на то что так плотно лежит все тут все уже более-менее нормальненько единственно что не так много шашлычков поэтому мы займемся остальными тоже хотя остальных тоже там не безумно много но вот вы видите что палочки действительно не обуглились палочки как родные как будто они не деревянные а даже я не знаю из-за огнеупорной пластмассы так хорошо а цвет какой боже да в ресторане друзья такого не подадут не подадут пахнет хорошо пахнет хорошо надо сказать что по запаху похоже на китайский ресторан я нет вот похоже так 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 вот эти сюда а новые туда одной рукой же не может он не надо брать за палочки так 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 подожди подожди я сейчас вниз 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 так так вот давай сюда так все друзья очередная партия креветок хорошее название партия креветок правда вот пусть бы все партии такие были партия креветок партия ребрышек правда а то у нас партия чёрт знает чего костер у нас тут своеобразный начинается еще впереди много чего имеется ввиду что тут полежка то даже пока толком не запалилась а у нас там еще есть вот если туда посмотреть коробочку у нас там еще два здоровенных таких здоровенных 3 даже вот